здравствуйте друзья меня зовут сергей марков я руковожу управлением экспериментальных систем машинного обучения в департаменте сбер девайсов сбери и сегодня хочу поговорить с вами о нашем проекте рудали ну и на самом деле вообще говоря о таких креативных генеративных моделях и в общем-то рассказ мы начнем с того что мы живем такую непростую эпоху когда в рамках очередной весны машинного обучения очередной весны искусственного интеллекта произошла очередная революция революция связанная с появлением трансформерных моделей и эта революция начавшаяся в 2017 году достаточно серьезно изменила технологический ландшафт сферы генеративных моделей и на сегодняшний день мы по факту имеем но такой довольно интересный зоопарк модели для творческого искусственного интеллекта значит если мы посмотрим на задачи генерации текстов то здесь конечно самая известная модель это gpt3 и соответственно ее предшественники также эта модель от гугла t5 с энкодер-декодерной архитектурой ну и соответственно мы в сбере создали русскоязычные аналоги этих моделей root gpt3 и root e5 в плане музыки мы тоже видим генеративные трансформерные модели такие как pop transformer мюзнет джукбокс и здесь тоже мы постарались создать свои аналоги модели симформер и композер вот ну и третье может быть самая сложная интересная модальность это модельно-зрительная и здесь наверное самыми известными такими моделями на начало этого года стали модели дали и модель клип которая используется как аранжировщик результатов от дали и соответственно наш проект заключался в создании русскоязычных аналогов моделей дали и клип ну в начале несколько слов об оригинальной модели фактически сообщество узнала об этой модели из блога в следы из исследовательского блога компании open ai 5 декабря этого года некоторые детали этой работы были раскрыты позже в частности в статье которая вышла в конце февраля этого же года вот но по факту на сегодняшний день мы имеем имеем только вот это описание из блога плюс некоторые детали веса модели никогда не публиковались не публиковал все коды для обучения модели и также никогда не публиковались данные для обучения этой модели для того чтобы в короткие сроки реализовать такой большой вычислительный проект нам потребовалось объединить усилия сразу нескольких больших команд внутри сбера и не только внутри сбера но фактически две крупнейшие мл исследовательские команды это команды сбер ai и сбер девайсис вот так же это команда самарского университета коллеги из самарского университета подключились к нашему проекту и оказали большую помощь в его процессе ну и конечно же это все не не было бы возможно если бы не было сберклауда и суперкомпьютера кристофаре который использовался как основная платформа для обучения нашей модели если посмотреть на ru dali в сравнении с той моделью которая описана open ai то отличия в общем-то не велики архитектурно эти модели в своей трансформерной части эквивалентны по сути дела это архитектура такая же как у g5t3 чисто декодерная трансформерная архитектура в нашем случае обучающая выборка состояла из 120 миллионов пар текст картинка в случае соответственно оригинальной модели это 100 миллионов изображений язык обучающей выборки в случае оригинальной модели английский в случае нашей модели это русский плюс английский фактически и там и там изображение представляется в виде сетки 32 на 32 токена вот единственное что энкодер мы использовали немножко более современный чем в оригинальной модели ну и на выходе модели мы получаем изображение 256 на 256 которое сразу же при помощи супер резолюшн модели обскейлим до размера 1024 на 1024 ну на самом деле что могут такие foundation models как dali или ru dali они могут на самом деле решать не только задачи генерации изображения по тексту но также и способны например дорисовывать изображение и даже способны при некоторых хитростях генерировать текстовые описания изображений или например модифицировать изображение в соответствии с текстовыми запросами то есть в этом смысле мы понимаем что дали так же как и модель типа g5 t3 она способна выполнять достаточно широкий спектр задач при работе сразу в двух модальностях то есть модальности текста и модальности зрительной где это может быть востребовано ну на самом деле практически везде где людям приходится работать с изображениями ну вот некоторые примеры скажем интерьерный дизайн где мы можем генерировать идеи интерьера соответствии с текстовым описанием от заказчика это промышленный дизайн где мы можем сочинять новые промышленные образцы или например генерировать какие-то варианты дизайна упаковки это веб-дизайн это гейм-дизайн и здесь возможно такие модели открывают нам дорогу в игры построенные на генеративных вселенных где скажем сюжеты будут генерироваться при помощи таких моделей как g5-3 лиру g5-3 персонажей и различные другие графические элементы будут генерироваться при помощи моделей подобных рудали архитектурный дизайн айдентика фактически автоматизация создания стоков особенно если речь идет о каких-то сложных кастомных запросов от пользователей на которые сегодняшние стоки не могут дать хорошего ответа ну и конечно же большая сфера это генеративное искусство которое сейчас развивается достаточно быстро и и вот содружество человека и машины в создании новых художественных произведений это возможно то будущее которое ждет нас в ближайшие десятилетия что мы получили в результате нашего исследования нашего проекта мы обучили по две версии каждой из мультимодальных моделей то есть это две версии модели рук лип маленькая версия с двумя стами миллионами параметров и большая с шестью стами миллионами параметров и соответственно модель рудали тоже представлена в двух вариантах модель кандинский xxl модель с 12 миллиардами параметров точно так же как в оригинальной модели от open ai и модель малевич в которой 1,3 миллиарда параметров и соответственно младшей версии моделей мы выложили в открытый доступ и все желающие могут сегодня воспользоваться этими моделями своих проектах но лицензия это apache 2.0 то есть в общем можете мы никак не ограничиваем вас по сути дела в использовании этих моделей ваших проектах вот ну и соответственно немножко примеров работы модели ну вот например картинки которые модель генерирует по запросу ежик в тумане здесь большая часть примеров генерации будет показана на модели в 1,3 миллиарда параметров это такая более продуктопригодная версия модели такой наверное маленький момент но достаточно важны те результаты которые мы видим в изначальной работе open ai генерируются при помощи большой модели генерируются 512 вариантов обычно на каждый текстовый запрос и потом при помощи аранжировщика клип отбираются наилучшие варианты которые собственно и представлены в блоге да при этом мы не знаем какое количество запросов было добра отобрана авторами статьи для демонстрации возможностей модели да то есть были ли все ли текстовые запросы превратились картинки на ну то есть как мы не знаем насколько активно авторы черепикали свои результаты вот то что здесь я показываю генерируется при помощи маленькой модели вот и в общем то обычно то что здесь показано это результаты ручного отбора результатов из какого-то подно что ну вот здесь вот например из 32 вариантов генерации отобраны те 12 которые показаны на экране ежик в тумане ну или вот например так сказать пейзажные фото красивое озеро на закате красивый горный пейзаж интересно что модель довольно много знает о мире изобразительного искусства ну вот пример по запросу лучшая картина малевича мы действительно видим картинки которые безусловно передают стиль этого художника вот здесь довольно интересная возможность ну котики понятно что все любят котиков да но давайте попробуем не просто сгенерировать изображение самого популярного в интернете домена поставим задачи задачу модели какую-то более сложную то есть например вот кот пес мы видим что кот пес получился действительно значит одно ушко у него касая кошачье другое собачье да или вот кот катафеевич воевода из сибирский сибирских лесов ну в общем видно что настолько суров что видимо побывал в ряде боёв прежде чем получил пост воеводы и в общем мы видим что модель может несмотря на свой маленький размер по сравнению с оригинальный комбинировать в изображении достаточно разные абстрактные понятия ну хорошо может быть модель просто где-то подсмотрела этого самого катапса или может быть где-то подсмотрела иллюстрацию художника к русской сказки про кота ката феевича ну вот давайте попробуем сделать запрос который совершенно очевидно не очень много картинок на гуглиться по такому запросу горящее пиво вот мы видим что моделька в общем-то вполне успешно поджигает пиво и мы видим примеры картина где пиво действительно в общем горит и пылает вот ну или допустим что-нибудь еще сложнее например говорящее пиво довольно интересно как модель визуализирует эту концепцию то есть в некоторых вариантах генерации мы видим пивной бокал с глазами и ртом вот или может быть даже такую очень позитивную баклашечку которая как бы как бы нашептывает человеку что-то такое видимо подговаривая его к употреблению собственного содержимого а вот но на некоторых картинках например мы видим какую-то банку пива или бутылку пива и человека который явно поражен тем нарративом который только что преподнесла ему вот это вот баночка или бутылочка с пивом вот то есть модель также как и человек пытается каким-то образом выкрутиться и совместить в себе те элементы семантики которые представлены в текстовом запросе ну вот примеры чуть более сложной задачи да здесь мы им не только подаем текст на вход но и подаем начало изображения в качестве затравки и благодаря такому подходу мы можем получить ну какие-то единообразные изображения то есть значит допустим собор василия блаженного на фоне различных погодных условий да там если мы вверх картинки подадим ночное небо то мы видим ночную фотографию да если подадим солнечное синее небо то получим значит собор на фоне солнечного синего неба ну а слева например вот кресло в форме авокадо но все они сгенерированы на темном фоне потому что в качестве затравки использовалась собственно токена описывающий черную черно верхнюю часть картинки но здесь несколько примеров генерации от большой модели 12-ярдовой что можно отметить конечно это более детализированное изображение в них гораздо более богатая цветовая палитра но вот справа вверху например это радуга на фоне ночного неба вот ну и в общем то понятно что в целом качестве генерации этой модели больше чем у маленькой модели но даже маленькая модель состоянии генерировать довольно много годноты мы запустили демку рудали точка ру вы можете ей воспользоваться значит это штука инферец в нашем облаке ml space на собственно суперкомпьютере кристофаре и кстати говоря когда вы пользуетесь этим сервисом вы сейчас можете также увидеть результаты модели на от полученные другими пользователями по вашему же запросу то есть принципе по одному запросу вы сейчас получаете не одну картинку а вы получаете сразу картинок много вот довольно интересные реакции мы получили в результате этого проекта но во первых это конечно реакции на западе где комьюнити было очень выдушевлено тем что наконец-то такая моделька появилась действительно в открытом доступе вместе с весами а вот и комьюнити надеется что значит наш вот этот шаг он подтолкнет open ai к тому чтобы демонстрировать большую открытость соответствующую их собственно названию ну и на самом деле в рунете тоже конечно довольно много всяких разных противоречивых реакций а вот но вот например известный фантаст сергей лукьяненко даже провел в своем блоге конкурс по генерации картинок при помощи рудали и победителем этого конкурса вручил подписку на свои новые книги у нас есть навык нашего наших виртуальных ассистентов семейства салют там в общем-то если вы генерировать картинки через салют но достаточно поставить соответствующие мобильное приложение на вот вас будет возможность получить немножко более качественные результаты генерации потому что в салюте под ваш запрос генерируется сразу 16 вариантов картинки из которых отбирается самый лучший вариант и здесь если вы хотите больший процент годноты получать то то попробуйте салют за первые две недели мы получили более 10 миллионов просмотров на сайте рудали ру более 500 тысяч пользователей почти два миллиона запросов на генерацию было обработано вот помимо этого бот в телеге люди достаточно активно использовали там 200 тысяч пользователей два с половиной миллиона запросов на генерацию ну и навык в салюте это 11 тысяч активных пользователей 80 тысяч запросов на генерацию и примерно 30 тысяч новых пользователей пришло к нам в салют сверх предсказания линейной модели то есть реакция получилась такой достаточно бурной вот но мне кажется что здесь виральный эффект он во многом был обусловлен тем что ну с одной стороны модели генерирует достаточно большой процент годноты которые в общем хочется поделиться с другой стороны но результаты порой получаются достаточно нелепыми для того чтобы там хейтеры сбера тоже делились ссылками на нашу модель что у нас планах мы планируем дальше работать над качеством генерации картинок и здесь наверное самая основная точка роста это совершенствование дата сета его дальнейшая фильтрация до сбор но здесь в общем то у нас параллельно сейчас идет очень много активности по повышению качества этого дата сета и соответственно дальше будем доучивать модели на более качественных данных мы работаем над оптимизацией выполнения модели для снижения вычислительных затрат но реально на высотой модель сейчас инференции там около 20 секунд это ну с одной стороны не то чтобы много но с другой стороны не так уж и мало а вот ну соответственно здесь мы сейчас проводим разные оптимизации для того чтобы предоставить возможность генерировать больше вариантов картинок вот ну и соответственно мы сейчас работаем надо совершенствованием новых созданием и совершенствованием продуктов на основе этой модели у нас очень много всяких продуктовых идей так что ждите от нас новостей ну и я немножко расскажу кое о чем еще помимо rudali мы работаем над генеративными моделями для других доменов в частности сейчас мы завершили по сути работу над генеративной моделью для музыки и по сути дела это модель которая способна создавать музыкальные произведения по заданному стилистическому вектору но этот стилистический вектор он может быть получен разным образом то есть например по значит названию композиции то есть вы можете написать название композиции указать жанр получить соответственно произведение этого жанра вот с таким названием вот но также стилистический вектор можно подстроить на основе каких-то предпочтений конкретного пользователя на основе текущего его там эмоционального состояния и так далее и так далее то есть тут есть много идей на на что вы можете кондишеницы а вот где это может быть использовано опять же понятно что есть прямые способы продуктизации таких моделей да это сервисы которые будут генерировать индивидуальную музыку для каждого пользователя и для текущего настроения например этого пользователя для текущей деятельности которой этот пользователь занимается вот но также это решение для музыкальной индустрии то есть по сути дела помощник композитора который генерирует новые интересные темы это кино и гейм индустрия это ивент менеджмент то есть фоновая музыка для мероприятий кафе и так далее значит мы опубликовали первый альбом с результатами работы нашей генеративной модели он включает себя 15 треков принадлежащих 10 разным жанрам по сути дела нашей задачей было продемонстрировать то что модель может генерировать очень разную музыку вот но вот давайте послушаем один из один из примеров а а Субтитры сделал DimaTorzok Ну, в общем-то, вы можете это все прекрасно послушать сами, если перейдете по ссылке, которая зашит вот этот QR-код. Мы развиваем эту технологию, имеем, в общем-то, интенцию победить на Евровидении для роботов. В конечном счете мы мечтаем о создании таких моделей, которые смогут и сочинить текст, сочинить музыку, самостоятельно спеть получившуюся композицию, ну, еще и визуализировать образ, собственно, певца. Вот такая у нас мечта. Ну, и еще одна генеративная модель. Это модель, которая является частью сервиса, получившего название Jarvis. То есть еще одна очень ценная интеллектуальная система. И Jarvis — это помощник разработчика, по сути дела, инструмент, который должен решить целый ряд задач, связанных с разработкой кода. На самом деле, ни для кого не секрет, что работа современного программиста, она включает в себя довольно много, ну, в общем-то, механических операций. Например, мы ищем какие-то сниппеты на Stack Overflow или где-то еще, вставляем их к себе в код. И, по сути дела, очень часто программисты реализуют в своем коде логику, которая многократно уже была до них воспроизведена другими разработчиками в других проектах. Ну, и тем более в проектах, близких к вашему по своей тематике. И здесь идея заключается в том, что давайте попробуем сделать шаг вперед от простых инструментов автокомплита, которые встроены в IDE, например, и использовать генеративные трансформерные модели для того, чтобы помочь писать код. Что мы сделали на сегодняшний день? То есть мы обучили нейронку с архитектурой, ну, по сути дела, взяли свою root GPT-3 и затюнили ее на программный код, причем на несколько языков, то есть это Python, Java, JavaScript и язык SmartApp DSL, на котором разрабатываются навыки для семейства виртуальных ассистентов SALUT. Мы создали плагин, который работает в основных средах разработки для этих языков. И, в общем-то, запустили это все дело сейчас в наш внутренний продакшн, а инструмент для разработки SmartApp DSL сегодня встроен в SmartMarket Studio и любой разработчик навыков для SALUT может уже сейчас попробовать этот инструмент. Ну, что можно сказать о такого рода решениях? Ну, это, конечно, не единственное такое решение, мы все хорошо знаем о его аналогах, это, например, тот же самый Tab9 на сегодняшний день. Вот, что, наверное, выгодно отличает наше решение? Мы учились на смеси естественного языка и кода, соответственно, учились в том числе на коде с русскоязычными комментариями. Также мы использовали довольно большие наборы данных, которые, опять же, включают в себя описание на естественном языке и программный код. Благодаря этому наша моделька может генерировать код, отталкиваясь от описаний логики на естественном языке, которые даются в комментариях. То есть вы пишете свою функцию, в комментарии, предваряющем эту функцию, пишете, что эта функция должна делать, и, по сути дела, очень часто модели этого достаточно для того, чтобы сгенерировать вам готовую логику для имплементации той функции, которую вы описали. Мы попробовали сравнить эту модель с инструментами автопродолжения кода, встроенными в IDE. Что мы видим на сегодняшний день, это то, что достаточно существенное ускорение разработки кода практически на любом классе задач. Ну вот такой небольшой пример. Здесь в видео мы показываем разработку одного и того же кода, но при помощи нашего инструмента, при помощи инструмента, встроенного в IDE. Мы видим, что скорость разработки возросла примерно в полтора раза, скорость, собственно, написания кода. И это как бы не по сравнению просто с ручным набором, а по сравнению с инструментами автокомплитов, встроенными в IDE, которые отталкиваются от синтаксиса языка. Что это на самом деле значит? Это, конечно, не значит полуторакратной экономии времени разработчика, потому что не все время разработчик пишет код. Но, тем не менее, такая консервативная оценка показывает, что уже нынешняя версия модели позволяет экономить около 10% времени разработчика. Но, что, наверное, еще немаловажно, это то, что такого рода модели, они в состоянии не только экономить время, но и повышать качество кода. По сути дела, вам модель обучена на хорошем коде, будет воспроизводить в этом коде более правильные паттерны, и в этом смысле модель может стать хорошим подспорьем для начинающих программистов. Ну, а для программистов уровня сеньора это просто экономия времени при имплементации таких, в общем, достаточно очевидных паттернов. Что дальше? На самом деле мы достаточно активно работаем сейчас над другими задачами, связанными с разработкой кода. И основной, наверное, такой областью нашей работы является коллаборативный PLP. Ну, PLP это Programming Language Processing, по аналогии с Natural Language Processing. В крупной корпорации очень часто команды работают над схожими проектами, иногда возникает даже полное дублирование. И в этом смысле способность вашей системы находить семантически близкий код внутри корпоративного хранилища, она позволяет вам существенно улучшить коллаборацию между командами внутри компании. То есть, когда вы начинаете разрабатывать свой проект, система коллаборативная PLP в состоянии подсказать вам, кто еще в корпорации работает над сходным кодом, и опыт каких команд может быть полезен для вашей команды. Также это задачи поиска уязвимостей, также это задачи, связанные с автоматическим созданием юнит-тестов для вашего кода, и так далее, и так далее. На самом деле, в ближайшие годы нас ждет, скорее всего, очень быстрое развитие технологий в этой сфере, которые должны сократить затраты на разработку и должны повысить качество кода, создаваемого разработчиками. Ну и последнее, наверное, что я бы хотел сказать, вот работа нашей команды в SberDevices в первую очередь направлена на создание нового поколения виртуальных ассистентов, которые, в отличие от первого поколения таких систем, должны стать не просто такими примитивными обслуживающими сущностями, выполняющими очень простые задачи, очень простые поручения пользователя. По сути дела, мы стремимся к созданию таких ассистентов, которые могут стать вашим личным композитором, вашим личным писателем, вашим личным художником. И если до сих пор позволить себе личного композитора, который учтет ваши вкусы и сочинит под вас произведения, могли только самые богатые и могущественные люди, то, значит, благодаря развитию генеративных моделей, благодаря развитию технологий творческого и искусственного интеллекта, в скором времени каждый человек сможет получить вот такого креативного помощника, который в состоянии будет не просто обслужить вас, но, возможно, стать вашим соратником, стать вашим сотворцом в создании каких-то прекрасных произведений искусства в области музыки, в области создания изображений, дизайна. И мы очень надеемся, что те технологии, которые мы сегодня создаем, те технологии, которые мы сегодня развиваем, они приблизят этот прекрасный день. Спасибо. Теперь я готов ответить на вопросы, если такие у вас есть. Сергей, спасибо большое за ваш доклад, очень-очень интересно. Да, Сергей рассказал, можно сказать, краткое содержание всей нашей сегодняшней конференции, потому что это было не только про генерацию изображений, музыки, кода, изображений, да, все, что мы прошли сегодня. Да, супер. Но мой вопрос все-таки про изображения. Знаете, когда я готовилась к сегодняшней конференции, я скачала демку, мне было очень любопытно. Вот, я посмотрела, как работает, и действительно очень круто. Это все, что я хотела сгенерировать, демка меня сгенерировала. Вот, но, но! Некоторые котики получались расплывчатыми. Сергей, скажите, вот почему они расплывчатые? Чего не хватает? Ну, на самом деле, конечно, здесь этой технологии еще предстоит пройти достаточно длинный путь в своем развитии, да, потому что сейчас те результаты генерации, которые мы получаем, он на самом деле содержит в себе, как бы, потенциальный дефект, который сразу обе модели дают. А модель суперрезолюшена, да, и сама генеративная модель. Да, поэтому, как бы, если там иногда в процессе у кого-то глаз во рту появился, да, то вот виноват суперрезолюшен, да. Вот, если котик расплывчатый, ну, наверное, виноват энкодер, да, который используется. А почему там разрешающей способности не хватает, ну, то есть параметров модели не хватает, она слишком простенькая или чего? Ну, понятно, что любой такой, как бы, автоэнкодер с потерями, он что-то теряет, да. То есть он вынужден в процессе своего обучения искать, ну, вот, какой-то, значит, разумный компромисс между качеством передачи элементов картинки и, ну, собственно, вот тем набором параметров, которые у него есть, да. Если мы превращаем картинку 256 на 256 пикселей в набор 32 на 32 токена, ну, иногда на что-то токенов не хватило. Вот, ну, кроме того, конечно, вот видно, что когда вы генерируете, там, картинку с какого-нибудь очень частотного домена и сам запрос очень простой, там, не включающий сложные, там, семантики, то там, конечно, результаты генерации будут хорошие, скорее всего, в среднем, да. Вот, но если вы захотите получить, там, картинку по запросу, не знаю, там, мертвые дети хоронят коня, или, как Герман Оскарович у нас попросил, значит, прекрасную брюнетку в синем платье на красном Порше, да, то есть, и, конечно, вот из, там, 512 вариантов, которые мы сгенерировали по такому запросу, да, нашелся один, который удовлетворял все-таки всем вот этим параметрам, да, потому что на других картинках, значит, либо Порш был не красным, либо он был не Поршем, либо, значит, платье было не синим, либо брюнетка не была брюнеткой, либо она была не прекрасной, да, вот, как часто бывает с людьми сгенерированными Рудали, они не очень прекрасны иногда, вот, но, я думаю, зато в качестве концептов для фильмов ужасов уже сегодня могут использоваться. Ну, вот, кстати, между прочим, если говорить про такую сложную out-of-domain генерацию, то в 2021 году появилось же довольно большое количество, ну, небольшое, в смысле, в частности, было два, недавно третий добавился, конкурирующих подходов, есть авторегрессионные, такие как Дали, есть, соответственно, довольно популярная связка выкуганов и клипа, когда мы, скорее, решая оптимизационную задачу, генерируем изображение, и вот буквально там в предыдущем месяце NVIDIA представила GoGun, это как-то Gunn и наной Strikes Back, вот, но есть ответный удар, где, то есть, как бы, это прям, на самом деле, это же во многом концептуально разные подходы, есть там авторегрессия, есть генеративный, есть решение, через решение оптимизационной задачи, есть соревновательность сети, вот, как, где, 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 где наиболее перспективный подход? Это очень интересный вопрос, да, ну, во-первых, у нас есть, как бы, разные классы задач порой, да, если речь идет о каком-то closed domain генерации, то понятно, что там лучше всего справятся, скорее всего, там, какие-то Gunn, да, которые, вот, тюнились под конкретный домен, да, мы смотрим, что генерирует, там, StarGun третий, да, это суперкруто, суперреалистично, да, но, но есть одно но, это обычно какой-то небольшой домен, вот, во-вторых, вообще, в принципе, с генеративными моделями, я бы так сказал, у нас, вообще, там, для всяких моделек, там, особенно чисто декодерных, которые слева направо все генерят, да, еще встает очень хороший вопрос, а как их правильно используют для генерации изображений, да, то есть, вот, идею с ранжировщиками, ее, наверное, там, одновременно изобрели очень многие команды, да, то есть, мы тоже для нас все время, мы думали, что это наш такой ноу-хау, что, значит, сейчас мы будем тихонечко все генерить слева направо, а будет еще какой-то ранжировщик, который отберет, вот, и отсеет всякие варианты, которые в локальные оптимумы свалились, да, вот, но, значит, тут, естественно, напрашиваются всякие идеи, а почему бы нам не совместить вообще, да, то же самое, там, Рудали с теми подходами, которые сегодня, там, ну, вот, Клип и Дали, это же тоже пример совмещения двух моделей с двумя разными подходами, да, когда мы используем вторую модель для ранжирования результатов первых, но на этом тоже можно не ограничиваться, да, то есть, можно, на самом деле, сгенерировать драфт, там, при помощи Рудали, а потом его улучшать при помощи, значит, какой-то там кофте оптимизационного процесса, который, да, дотюнит, например, и вот котики уже... А вы экспериментируете уже? Нет, ну, это же вот как раз Вакуган плюс Клип как раз ровно это и делает, на самом деле, мы генерируем из латентного пространства Вакугана какую-то картинку, и дальше оптимизационной задачей, бэкпропиум, как бы, на вход, оптимизируя соответствие, как бы, которое клип нам выдает. Да, да, но мы здесь, на самом деле, движемся еще в интересном направлении. Дело в том, что вот, собственно, способ кодирования картинки, когда мы, по сути дела, там, типа, слева направо, сверху вниз токенами представляем все, он, возможно, тоже не оптимальный, да, и, может быть, можно использовать другие представления, которые будут позволять более консистентные изображения. Нет, но это вопрос отсутствия, на самом деле, inductive bias в базовой модели, которую мы используем. Если в свердках был inductive bias, то в трансформерах нету inductive bias относительно изображений, и это может быть проблемой. Это верно, да, но я к тому, что, например, как вам такой способ токенизации, когда мы начинаем, например, с токена, который построен на основе там low-res картинки, да, потом, значит, следующие токены, они все больше и больше детализируют. Style gun, на самом деле, токенизация в какой-то степени, то есть берем идею этого постепенного усложнения. Да, да, и при этом, что интересно, в таком, варианте использования трансформерной модели, ее еще, ну, там много интересных возможностей появляется, да, по сути дела мы задачи суперреза решаем, да, продолжая, например, у нас есть набор токенов, которые кодируют low-res картинку, да, ее продолжение будет дальнейшей детализации, то есть мы сразу получаем, как бы, решение, которое генерации слева направо решает суперрезолюшн задачу. Вот, потом мы можем, на самом деле, учить такие модели на усеченном контексте, да, учивать на более длинном, да, то есть что нам позволяет в теории сэкономить довольно много вычислительных ресурсов, вот, и получить, допустим, сразу модель, которая там high-res картинки будет генерить на выходе, да, но которую учить было дешево сравнительно, вот. То есть здесь есть очень много идей, ну, опять же, ресэмплинг, да, то есть вот мы там с той же самой ГПТ-хой, вот, начинали с BIM-сёча, потом, значит, решили, что BIM-сёча патология есть, давайте Nucleus использовать, да, вот, а почему бы нам не сделать энкодер-декодер на архитектуру, да, почему бы нам не использовать что-нибудь вроде псевдогипсовского сэмплинга, да, как в некоторых ранних работах это пробовали делать, сейчас, как бы, забыли, все занимаются мейнстримом вроде бы как, но есть очень много точек роста, есть очень много продуктивных идей на сегодняшний день, которые могут улучшить те результаты, которые, вот, получены на генеративных моделях. И множество команд сейчас пробуют эти задачи, но, как всегда, вот, как в период расцвета экстенсивного развития какой-то технологии, людей гораздо меньше, чем идей сейчас, да, то есть вот мы с вами уже в ходе этой беседы накидали тут кучу мыслей по поводу того, куда это может развиваться, да, а представьте себе, если бы нас было бы тут не трое, а десять, да, и времени бы у нас было бы не десять минут, а десять дней, да, вот, поэтому. А как вот, кстати, здесь есть вопрос про, собственно, модели суперезолюшена. Интересно, что многие воспринимают модель суперезолюшена как такая one-to-one задача, в том смысле, что она такая, как с единственным правильным ответом, но сами это не так, потому что суперезолюшена тоже задача такая довольно творческая, потому что ты восстанавливаешь информации, которой нету. Там, не знаю, у нас, например, когда мы занимались суперезолюцией карт, суперезолюшем карт, то, там, не знаю, например, деревья вырастали на крышах домов, вот всякое вот такое как раз. И а как мы вот разделяем вот эти артефакты, как раз, которые у нас появляются от того, что сама генеративная модель, что-то криповое генерирует, а дальше суперезолюшена это может еще амплифицировать. Или наоборот, может быть, можно в суперезолюшен еще встроить какую-то редакторскую функцию, то есть она будет, наоборот, убирать какие-то, может быть, артефакты генерирующей модели. Это очень интересный тоже вопрос, да, то есть здесь, я думаю, что во многом это определяется там соотношением емкостей тех моделей, которые вы используете, да, то есть если сейчас, допустим, в нашем случае, там размер вот этого, вот этой модельки, которая у нас как суперезолюшен используется, сравнительно маленький по сравнению с генеративной моделью. Поэтому я бы сказал, что вот так интуитивно она, наверное, создает больше проблем, чем ликвидирует. Но что было бы, если было бы наоборот? Это очень хороший вопрос, потому что мы, опять же, видим сейчас, что есть и фондейшн-модели, которые, по сути, строятся вот по этому принципу, да, то есть для денойсинга, например, делаем модель, да, потом ее используем там как генеративку. И мы видим, что она тоже в состоянии обобщаться довольно хорошо, да, и вот, поэтому, опять же, суперезолюшен тоже может опираться на фичи генеративной модели, опять же, да, и это, наверное, разумно в случае, если у вас генеративная модель сильно толще, чем суперезолюшен часть, да, то есть почему бы не кормить в суперезолюшен там какие-то активации из генеративной модели, да, ведь он будет, наверное, гораздо лучше генерировать, потому что он будет опираться на какую-то семантику, там, какие-то семантические представления, которые там ближе к передним слоям. Это, кстати, очень интересная история про то, что есть вот такие какие-то семантические задачи, а есть такие очень рабоче-крестьянские типа суперезолюшен, это разделение, оно очень мнимое, и мне кажется, очень хорошо про это Алеша Эфрос, на самом деле, говорит, который показывает, что иногда очень из каких-то очень механических задач, например, расставить правильно там патчи изображения относительно друг друга или там, например, тайм консистенции, когда мы правильно фреймы по времени тоже расставляем друг с другом, из этих очень механических задач рождается богатая семантика, вот, и здесь вот вопрос в том, да, что может ли задача суперезолюшена, например, внезапно стать такой базовой задачей для там, семантического, не знаю, генерации, опять же, да? Ну, вот смотрите, да, ведь генерация там, чего бы то ни было, там, текста, да, например, вот казалось бы, ну что, мы там какие-то моделируем распределение в естественном языке, да, но вот не случайно же, так сказать, отцы-основатели и Тьюринг предложили использовать, там, тест Тьюринга, ни много ни мало для теста системы на наличие у нее, там, интеллекта, да, вот, почему так, потому что на самом деле при всей своей простоте, казалось бы, генеративная задача, она может, как бы, быть использована для того, чтобы, по сути, любую задачу интеллектуальную представить в форме генеративной задачи, да, то есть, скажем, вы генерируете диалог, да, просто генеративная моделька, которая просто распределение токенов дает, да, но ведь этот диалог может содержать какой-то вопрос с какой-то богатой семантикой, описание любой, по сути, интеллектуальной задачи, да, вы можете даже шахматную позицию описать при помощи текста, да, и спросить, а лучший ход в этой позиции будет, двоеточие, да, и заставить свою генеративную модель продолжить этот текст, да, и для того, чтобы его продолжить разумно, чтобы распределение совпадало с тем, которые люди дают, да, этой модельке нужно будет научиться играть в шахматы, вот, поэтому я думаю, что генеративные задачи в этом плане, они, конечно, очень богаты, потому что они позволяют представить в простой форме огромное множество интеллектуальных задач, да, ну, кто мешает взять, там, тесты Бонгарда или, там, тесты Айзенка на IQ, да, например, и тоже решать их как генеративную задачу, кстати, вот, коллеги из OpenAI это и делали с Дали. Ну, мы это обсуждали, да, уже, как бы, несколько раз, что генерация может являться такой базовой, фундаментальной задачей, из которой решаются задачи, даже, которые, там, могут быть не связаны совершенно с генерацией. Ну, любая интеллектуальная задача, по сути, потому что язык человеческий, да, это система, ну, при помощи него можно любую формальную систему описать, да, ну, вот, такова природа, да, мы можем лямбда-исчисление описать при помощи естественного языка, да, а что это значит? Значит, что условие любой эффективно вычислимой задачи может быть сформулировано при помощи естественного языка, вот. Ну, и вуаля, то есть дальше, как бы, мы идем к общему искусственному интеллекту через задачу генерации. Почему нет? Вы верите в общий искусственный интеллект? Ну, тут веришь, не веришь, тут, как бы, у нас есть вселенная, данная нам в ощущениях, в ней есть прототип в виде вот этой биохимической вычислительной машинки человеческого мозга, да, то есть задача как-то решаема, прототип есть, ну, и она становится в некотором роде чисто инженерной, да, то есть давайте мы сделаем машину, которая вот сможет делать то же самое, что у нас имеющийся прототип, вот. Вот, поэтому, как бы, тут, мне кажется, ну, дело не веры, да, это вот, я как к инженерной задачи к этому подхожу, да, у нас пока там не хватает для этого вычислительных мощностей, мозг вообще очень мощная машинка по сравнению со всей электроникой, которая у нас есть сейчас. Когда, кстати, говорят, что там машины глупые, но очень быстрые, да, на самом деле, все ровным счетом наоборот, это человеческий мозг очень быстрый, количество вычислений, которые в нем происходят каждое мгновение, он обходит любые наши пока электронные системы, вот. Поэтому я в этом плане, вот, я человек простой. Есть инженерная задача, нужно ее решать, ну, пока не решили, но решим рано или поздно. Вопрос времени. Врототип уже создан. Да, 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 да. Ну что, наверное, нам надо заканчивать, да? Спасибо большое, Сергей, спасибо огромное. Спасибо вам. За рассказ, за дискуссию очень интересную, вот. Но мы с Сергеем еще не прощаемся, Сергей у нас будет еще в одном нашем финальном мероприятии, вот, stay tuned, что называется. Спасибо. 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 Спасибо.